Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарея. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с основными событиями, которые произошли к этому часу. На работу по спецпропускам в магазин с дистанцией в полтора метра. Губернатор Дмитрий Азаров усилил режим самоизоляции. Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов покидает пост. Губернатор Дмитрий Азаров сообщил, что руководитель регионального Минздрава написал заявление по собственному желанию. Скверы, площади, парки и остановки общественного транспорта дезинфицируют. В Самаре общественные пространства обрабатывают с самого утра. Губернатор Дмитрий Азаров ввел дополнительные ограничительные меры на территории региона для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Теперь из дома самарцам можно выходить только в магазин, аптеку, больницу или чтобы выгулить собаку. Решение было озвучено на заседании Губернской думы. Сейчас в регионе подтверждено 15 случаев заражения. Подробнее об усиленных мерах расскажет Лариса Шалафаст. Не допустить распространения коронавируса. Самарская область переходит на усиленный режим самоизоляции. Накануне губернатору Дмитрию Азарову поступило обращение главного санитарного врача региона с предложением об усилении ограничительных мер для предотвращения распространения инфекции. Число официально подтвержденных случаев коронавируса в Самарской области достигло 15. Порядка 50 человек находятся под наблюдением. Результаты их анализов будут готовы в ближайшее время. Вирус в регион завезли из Франции, Испании, Италии и Таиланда. Чтобы не допустить его распространения, в регионе вводят дополнительные меры по ограничению передвижения людей. Людям предписано находиться и пребывать в местах проживания, кроме специальных случаев, которые описаны, кроме экстренных случаев. Это, конечно же, и походы за продуктами в ближайший магазин, товарами первой необходимости. Это выгул собак, но и вынос мусора, но также это ограничение вводится и по расстоянию. Вводим обязанность соблюдать дистанцию полтора метра и предписываем организациям создать для этого условия. Также мы закрываем посещение парков и лесопарков. Кроме этого, прекращаем прием заявок многофункциональных центров для предоставления государственных муниципальных услуг, а также деятельности ЗАГС. Мы будем четко оценивать ситуацию, мы будем советовать с нашими коллегами из Роспотребнадзора, с главным санитарным врачом, мы будем четко следовать всем федеральным предписаниям. Напомню, по решению президента, текущая неделя объявлена нерабочей. Это необходимо, чтобы сократить социальные контакты, которые являются одним из ведущих источников распространения вируса. На это направлен и ряд мер, введенных в Самарской области. Уже с выходных приостановлена работа общепита. В торговых центрах открыты только аптеки, продуктовые магазины и отделы с товарами первой необходимости. Закрыты бассейны и фитнес-центры, аттракционы в парках. Многие услуги, например, выдачи больничных, предоставляются онлайн. Глава региона напомнил, чтобы стимулировать врачей и весь персонал больниц, которые работают на передовой по борьбе с коронавирусом, было принято решение о повышении оплаты труда. Кроме того, опережающими темпами идет подготовка медучреждений к приему пациентов с коронавирусом. Вчера буквально принял я дополнительное решение о выделении 200 миллионов рублей. Сейчас Минздрав заканчивает расчеты. Думаю, что эта сумма будет даже больше. Для чего? Для того, чтобы создать запас лекарственных средств. На заседании Думы рассмотрели законопроект, внесенный губернатором об упрощении порядка продления ряда социальных выплат жителям области в связи с действующими мерами по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Законопроект предполагает, что некоторые соцвыплаты, право на которые необходимо подтверждать раз в полгода или в год, будут продлены автоматически. Людям не придется вновь собирать документы, приходить в учреждения. Новый законопроект распространяется на детские пособия, ежемесячную денежную выплату на третьего и последующих детей до трех лет, денежную компенсацию расходов на проезд в транспорте, соцпомощь в виде денежной выплаты. Все, что касалось материального обеспечения, соцподдержки, все это будет выплачиваться по тем схемам, которые работали. То есть не надо будет ходить ни пожилому человеку, ни молодому человеку, женщине, у которой детей, приносить документы какие-то, доказать все и будет идти в автоматическом режиме. Для тех людей, кто работают в сфере здравоохранения, правоохранительных органов и СМИ, передвижение по территории региона будет происходить на основании справок работодателей. Подробно ознакомиться с постановлением губернатора можно на сайте регионального правительства. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов, События. Министр здравоохранения Самарской области Михаил Радманов покидает пост. Об этом стало известно во время заседания Самарской губернской думы. Губернатор Дмитрий Азаров сообщил, что руководитель регионального Минздрава написал заявление по собственному желанию. Министр здравоохранения Самарской области подал заявление об увольнении по собственному желанию. И работает до конца недели. Депутаты Самарской губернской думы согласовали кандидатуру Сергея Бережицкого на пост прокурора региона. За его назначение высказались 40 парламентариев. Известно, что кандидатуру Сергея Бережицкого внес на рассмотрение генеральный прокурор России Игорь Краснов. Ранее Сергей Бережицкий руководил прокуратурой Оренбургской области. Кресло его предшественника Константина Букреева стало вакантным после того, как он ушел на повышение и занял должность московского межрегионального транспортного прокурора. Одной из своих главных задач новый прокурор считает защиту граждан от криминала. Также приоритетным направлением в своем выступлении он назвал предотвращение преступлений против детей. Пообещал пресекать попытки преднамеренных банкротств. Окончательное назначение нового прокурора произойдет после подписания указа президента. С самого утра в Самаре проводят дезинфекцию. Обработке подвергается все. Парки, скверы, площади и набережные. Такое поручение службам благоустройства дала глава города Елена Лапушкина. Особое внимание уделяют чистке остановок. Их дезинфицируют несколько раз в день. Обрабатывают общественные места города специальным средством – хлорамином. Мария Левина посмотрела, как проводится уборка и проверила, все ли самарцы соблюдают рекомендации. На термометре 15 со знаком «плюс». За окном – солнце. В Самару пришла весна. На городские парки и скверы пусты. Большинство самарцев предпочитают позаботиться о своем здоровье и остаться дома. Которые готовности и соброзы распространения коронавирусной инспекции. Неделя с 30 марта по 5 апреля объявлены нерабочей. Администрация Самары обращается к вам. Соблика не просят. Оставайся в дом. Это глоба. Соблика не просят. Возвращение запасных. Гораздо меньше. То есть люди как-то адекватно уже задумываются над тем, где отдохнуть и где провести время. Детские площадки, спортивные площадки, то есть и какие-то торгующие, то есть лавки, то есть все это закрыто. Поэтому людям просьба, так скажем, оставаться лучше дома. Но не все к этому прислушиваются. Есть и такие, кто нерабочую неделю воспринимает как отпуск. Детки боимся. А почему не боится ночью? И раз гуляем в домашнюю. Здоровых тем, здоровые люди. О безопасности самарцев думают городские власти. С самого утра дорожные пылесосы и помывочные машины всех мастей убираются в парках, скверах и на площадях. А сразу после чистки занимаются дезинфекцией. С сегодняшнего дня по распоряжению губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова и распоряжению главы города Елены Владимировны Лапушкиной начата санитарная обработка общественных территорий города Самары. Основной упор сейчас делается на остановке, на общественные территории, где происходит массовое скопление людей. Работа будет проходить постоянно сейчас. Кроме парков, скверов, площадей и набережной моют дороги. Все общественные пространства обрабатывают специальным веществом – хлорамином. Для автомобилей и обуви такое средство не вредно. А вот вирусы уничтожает. Его используют по рекомендациям Роспотребнадзора. Мария Левина, Сергей Баскин. События. Пригородные электрички в Самаре начали дезинфицировать. Моют весь подвижной состав, причем специальным раствором, рекомендованным Роспотребнадзором. Затем, как это происходит, наблюдала Елена Малютина. Специалисты на обработку вагона дезинфицирующим средством тратят около трех минут. После протирают поручни, двери, ручки, сидения. Все, до чего человек может дотронуться руками. Мамура Макумова обслуживает электрички 10 лет. Говорит, и раньше уделяли внимание порядку, а теперь работы прибавилось. Мобилизовали все силы. Каждый подвижной состав дезинфицируют несколько раз в сутки. Обрабатывают салоны специальным раствором, рекомендованным Роспотребнадзором. Его закупили в больших количествах, чтобы хватило как минимум на месяц вперед. Очистка и дезинфекция с использованием такого средства особенно важна в периоды респираторно-вирусных заболеваний, ОРВИ, гриппа и, конечно, в качестве профилактики распространения новой коронавирусной инфекции. Очень важна, потому что в электричках ездят люди, очень много людей. Они могут каждый раз прикоснуться к диванам, ручкам. И это все надо предотвратить, чтобы не было такого. Поэтому дезинфекция идет, и мы протираем хлорный раствором, чтобы все это кончилось побыстрее. Пригородная пассажирская компания уменьшила количество электричек. Теперь они ходят по графику выходного дня в связи с постановлением президента о нерабочей неделе с 30 по 5 апреля. Пассажиропоток уменьшился на 50%, но все-таки остаются недобросовестные работодатели, которые не следуют постановлению президента. В связи с тем, что с понедельника по пятницу объявлено президентом Российской Федерации нерабочей недели, Самарская пригородная пассажирская компания график подвижного состава выпускала по выходному дню. Но некоторые руководители предприятия, скорее всего, не вняли указы президента, поэтому в понедельник было большое количество людей, которые поехали на свою работу. А в связи с тем, что подвижной состав был в уменьшенном варианте, то было некоторое неудобство для пассажиров. Компании вынуждены добавить количество вагонов, те поезда, которые были воспользованы. Сызранское направление было добавлено в два поезда по два вагона. Напомним, всех недобросовестных работодателей будет проверять прокуратура Самарской области. По распоряжению губернатора региональный Минтрут открыл горячую линию для приема жалоб. Самарская же пригородная пассажирская компания на особый режим работы перешла еще 20 марта. Эти меры будут действовать до особого распоряжения руководства. Елена Малютина, Максим Гусев. События. В Самаре на линию выйдут 10 новых трехсекционных трамваев. Городской департамент транспорта совместно с областным министерством транспорта подготовили заявку, которая принята к исполнению в 2020 году. Машины город получит в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Их стоимость составит 900 миллионов рублей. Кроме того, планируется внести изменения в схему трамвайных маршрутов. Для улучшения транспортного сообщения в 15 микрорайоне намечено построить левый поворот с улицы Нововокзальной на Ставропольскую. В планах также обозначить приоритет трамвайного движения на всей протяженности Новосадовой. Для этого на перекрестке с Нововокзальной нужно будет установить систему автоматического перевода стрелок. Точно по этому году заявка принята по 10 трехсекционным трамваям, которые тоже придут на обновление, потому что у нас большая востребованность вот именно этого подвижного состава. Пенсионеры и маломобильные граждане без помощи не останутся. Самарские волонтеры-медики, активисты ОНФ и просто неравнодушные самарцы готовы привозить им продукты и лекарства. Самарская область присоединилась к всероссийской акции «Мы вместе». Подробнее Елена Малютина. Руки необходимо обрабатывать тщательно. Обрабатываем внутреннюю сторону ладони, между пальцев, внешнюю сторону, большие пальцы и кончики пальцев. Обработка рук дезинфицирующими средствами, измерение температуры, получение медицинских масок и перчаток. Только после необходимых мер безопасности волонтеры приступают к работе. Элеонора Семеврагова полгода занимается добровольчеством. Говорит, сейчас как никогда чувствует потребность помогать людям. Она спешит в аптеку за инсулином, чтобы обеспечить лекарством одинокую пенсионерку Валентину Филипповну. Добрый день, я блантер поездной группы по заявке 4048. Привезли вам инсулин и иглы. Спасибо. Они мне сразу ответили на мой вопрос, заявку составили. Жителям Самарской области старше 65 лет до 14 апреля рекомендован режим самоизоляции. Особенно это касается пожилых людей с диабетом, энкологическими заболеваниями, бронхиальной астмой, а также принесшим инсульты и инфаркты. Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Азаров. В Самаре ежедневно более 50 человек принимают заявки от пенсионеров и маломобильных людей, узнают, какие продукты и лекарства нужны, покупают товары и разносят их по адресам. В день, как правило, в среднем 2-3 человека, потому что зачастую они находятся в разных местах. И эта дорога по городу тоже занимает какую-то часть времени. Но у нас есть штаб логистов, которые рассчитывают путь, и по которым я, соответственно, передвигаюсь, аптеки и магазины. Мы находим рядом с самим домом человека, который заполнил заявку. Организацией работы штаба занимается Самарское региональное отделение Общероссийского народного фронта «Волонтеры-медики» при поддержке Департамента по делам молодежи и Минобра науки Самарской области и Ресурсного центра поддержки добровольчества. Одинокие пожилые люди, нуждающиеся в покупке продуктов или медикаментов, а также оплате услуг ЖКХ, могут позвонить на единую горячую линию. Номер телефона указан на экране. И получить помощь, не выходя из дома. Елена Марытина, Николай Сидоров. События. А чтобы для этой помощи волонтеры всегда были полны сил, для них организовали горячее питание. У каждого добровольца строгий маршрут, и не всегда есть возможность перекусить. Чтобы волонтеры не оставались голодными, их теперь ежедневно будут бесплатно кормить комплексными обедами в штабе Общероссийского народного фронта. Подробнее расскажет Андрей Горгуленко. Обед – время, когда можно не торопясь пообщаться с коллегами и набраться сил, чтобы отправиться дальше помогать людям. Для участников движения «Волонтеры-медики», которые в период самоизоляции поддерживают пожилых людей, в штабе Общероссийского народного фронта организована выдача горячего питания. Как рассказывает один из волонтеров, Георгий Миронов, порой, выполняя задания, не всегда получается перекусить. Но, помогая другим, нужно и о своем здоровье не забывать. Во-первых, еще один важный момент – это именно для тех волонтеров, которые выезжают, это быть уже заранее покормленным. Потому что у нас строгий маршрут от точки А до точки Б. Сначала мы доезжаем до магазина, там забираем вещи, доезжаем до человека нуждающегося, и мы вещи передаем. И тут не всегда есть возможность поесть. И всегда бывает, что могут быть какие-то форс-мажорные обстоятельства. Если человек уже сыт и хотя бы одной проблемы меньше. Перед тем, как волонтеры отправятся по делам, с ними проводят инструктаж. И так каждый день. О безопасности помнят и во время обеда. Столу выпускают только группами, не больше 25 человек. И рассаживают их на расстоянии. По-другому не получится, потому что люди у нас на задании ездят. И у нас не бывает одного момента, много людей находится в штабе. Поэтому это группы, это безопасность. И я думаю, что мы справимся. Кормят волонтеров бесплатно. Комплексные обеды ежедневно предоставляют по собственной инициативе ресторан. Социальный партнер Общероссийского народного фронта. Директор заведения от комментариев скромно отказался. Но отметил, главное, что те, кто помогает людям, накормлены. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. Самарцы, переехавшие в Чехию, рассказали нашему телеканалу, как они живут на карантине. На родине богемского стекла ограничительные меры введены еще в начале марта. Но люди не теряют присутствие духа и наслаждаются жизнью в сложившихся условиях. В режиме самоизоляции Чехия живет уже три недели. Закрыты школы, университеты, рестораны. Нельзя и выходить из дома. Исключение – поход в магазин, аптеку или помощь родственникам. Все обязаны носить маски. Но люди не унывают, соблюдают правила безопасности. Выходцы из Самары, семья Лысовых, выбираются на прогулку в лес. Сейчас Чехия – это единственное место, где людям можно ходить без маски. Мне повезло, что я могу работать из дома. И поэтому, когда у нас нет ни финансового урона, ничего. Муж ездит на работу. Старается ездить на машине, чтобы, не дай бог, не подцепить какую-то заразу в общественном транспорте. У нас дома в семье нет ни паники, ничего, просто соблюдаем. Средства гигиены и стараемся больше быть на свежем воздухе, как сейчас выехали в лес. Закрыли все, кроме продуктовых магазинов. И там, ну, ряда, где продают дезинфекцию, моющие средства и так далее. Вот. В целом, мойте руки, вот. Носите маски. Все мы в масках сейчас в лесу, поэтому не носим. Вот. И, соответственно, будьте здоровы, ребята. Всем привет. На улице можно ходить только с членами своей семьи. С другими людьми встречаться нельзя, чтобы не распространить заразу. Пока Чехии успешно зараженных немного, смертей еще мало. Оставайтесь здоровы, мойте руки, носите маски. Наш земляк, журналист Дмитрий Трещанин, много лет живет и работает в Праге. И сейчас гулять предпочитает на балконе. Поскольку чехи собачники, практически в каждой семье есть собака, всегда есть повод у чехов, всегда есть повод выйти на улицу. Но мы, к сожалению, для себя в этой ситуации немножечко в меньшинстве мы кошатники. У нас такого повода нет. Но есть очень большое послабление. Можно гулять в парках. То есть, если совсем уже не в моготу и надо подышать свежим воздухом, можно выйти в парк, обязательно надев что-то на лицо. Это не обязательно медицинская маска. Медицинские маски в дичайшем дефиците. Поэтому здесь шьют маски своими руками или надеваешь шарф, бандану. Скучновато, но на самом деле ничего страшного. Это гораздо лучше посидеть дома 2-3, может быть, 4 недели, чем очень тяжко переболеть, заразить кого-нибудь из старших родственников, заразить чужих бабушек и дедушек и стать причиной их страданий и их смерти. Поэтому сидите дома, смотрите сериалы, занимайтесь детьми, вышивайте, шейте маски. Уже сейчас можно сказать, что карантинные меры в Чехии дали результат. По официальным данным, в стране заражено более 3 тысяч человек, 23 умерли. Сейчас ситуацию удалось стабилизировать, но вероятнее всего режим самоизоляции будет продлен. Лариса Шлафастенга-Пеннер, События. Художественный руководитель Самарской филармонии, главный дирижер Академического симфонического оркестра Михаил Щербаков эту неделю самоизоляции решил провести на даче и рассказал, куда направляется его неудержимая творческая энергия. Здравствуйте, дорогие друзья. Приехал на дачу, думаю, все-таки наколоть дрова, протопить дом и самоизолироваться. И вам советую сделать тоже. На всякий случай на дачу взял скрипку. Сейчас с топором разыгрался. И можно немножко отвести душу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хотя сердцу не хочется покоя. Но вам советую сидеть дома. Сейчас такое время. Любящий вас. Щербаков. Россияне и китайцы – братья навек. Студенты из Китая записали песню «Ах, Самара, городок» в поддержку жителей Самарской области. Напомню, в феврале, в разгар пандемии коронавируса, в Китае студенты Самарского института культуры исполнили и записали песню на китайском языке в поддержку жителей Поднебесной. В ответ студентки из разных городов Китая спели по отрывку песни «Ах, Самара, городок». Милый скажет, до свидания, сердце вскинется огнем. И тоскует, и томится все о том, и все огнем. А Самара – городок. Спокойная я. Спокойная я. Самарские любители футбола прощаются с легендой крыльев советов Виктором Ивановичем Карповым. Его не стало 30 марта, а в начале месяца Виктору Ивановичу исполнилось 93 года. Заслуженному мастеру спорта и заслуженному тренеру СССР принадлежит рекорд крыльев. Он провел в команде 21 сезон. Сначала как ведущий игрок, затем как главный тренер. При нем клуб стал чемпионом РСФСР в 64-м. И в том же году команда сыграла в финале Кубка СССР. Начиналась карьера Карпова в 47-м году. Закрыли советов. Он провел 266 матчей. А на международных клубных турнирах выступал за «Зенит», «Динамо» и «Спартак». Был капитаном сборной команды СССР. Друг Льва Яшина – Эдуарда Стрельцова. После ухода на пенсию Виктор Карпов с ветеранами крыльев советов организовал турнир для 12 футболистов. В этом году соревнования тоже прошли уже в 14-й раз. Но вручить Кубок личной легенды самарского футбола не смог из-за проблем со здоровьем. Его воспитанники сделали это за него. Виктор Иванович Карпов – это мой тренер, который дал мне жизнь в большой спорт, где я начал карьеру профессиональную. И на протяжении 11,5 лет я играл за команду прорисоветов. Я очень, не то что благодарен, я просто преклоняюсь перед такими людьми. Церемония прощания с Виктором Ивановичем Карповым пройдет в среду только для родственников. О дате проведения Дня памяти легенды самарского футбола областная федерация сообщит дополнительно. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова